Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 14 мая, день Иеремии. Назван в честь святого пророка Иеремии. Святой Иеремия был девственником в продолжении всей своей жизни. На призыв от Господа к пророчеству в юном возрасте он выразил свое смущение. Господь ободрил его и, одаряя его разумом человека взрослого и совершенного, сказал, Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь и все, что я повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавить тебя. В народе этот день называли по-разному. Иеремий, яремник, пролетие, запашник, Иеремий, запрягальник, Яремник, засеватель. Все эти названия отражали особенности этого дня. Ведь на Иеремии проводилось большое количество посевных работ. Тем более, что погода устанавливалась теплой, а лето уже совсем близко. Поэтому и давали название этому дню пролетием. Православные церкви отмечали день святого Иеремии, который в народе был известен как запашник. А 13 июня отмечали день Иеремии запрягальника. С этого времени и по 13 июня длились наиболее тяжелые и изнурительные земледельческие работы. В этот период крестьяне просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить урожай. В народе было верование, что сам Иеремий в этот день запрягает небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам. Такое верование появилось потому, что Иеремия созвучна со словом Ярму. И в дни, когда делал пророчество по велению Бога, он носил узы древянные и клады. С первого росту и крестьяне выходили в поле сеять. Перед этим они обязательно служили молебен пророку Иеремию. А вступив на поле, обращались с молитвой на каждую сторону света. Приметы. Если облачная погода, то зима придет рано, с сильными морозами. Нельзя сегодня давать взамен зерна и семена. Урожая может не быть. Вечерняя роса говорит о завтрашнем ясном дне. Пшеницу и яровую рожь лучше рекомендуют сеять в полнолунии, а овес за два дня до или после него. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!